Девушки отдыхают В Хризалите карнавал скидок на ювелирные украшения До 50% зажигаем на улице Комсомольской, 19 Столица Заурария стала 85-й населенным пунктом Который принял эстафету Олимпийского огня Весь город вышел встречать Зимние Олимпийские игры В воскресенье 15 декабря По маршруту протяженностью в 14 километров Олимпийский огонь пронесли и провезли На коньках, лыжах и снегоходе 70 факелоносцев В Курганской эстафете приняли участие Две шадринских легкоатлетки Наталья Лоборешных и Александра Варламова Маршрут Натальи проходил по улице Куйбышева Улица Карла Маркса замерла в ожидании Буквально через несколько минут на этом участке Появится факелоносец И это никто иной, как шадринская спортсменка Александра Варламова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Привет Шадринску от Олимпийского огня и от меня, от всех тут окружающих. Удачные Олимпийские игры. Добро пожаловать в Курганск! В высшем дне и зовет Олимпийский огонь золотой. Будет Земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы век Олимпийский огонь не поднялся. Солнце стартует в небе, как первый раз. Это яркий день. Мы надолго-надолго замолкнем с тобой. Будет Земля счастливой и молодой. Все жители города поддерживают Олимпийское движение и, в принципе, все за здоровый образ жизни. Все стоят, ждут, волнуются. Да, мы долго ждали этого момента. И вот мы счастливы. Настроение у нас прекрасное. Благодарим Шаду, что нас освободили сюда. Во время проведения Олимпийских игр прекращались междоусобные конфликты. И все устремлялись на спортивные арены. Так, более двух с половиной тысяч лет назад спорт стал служить послом мира и выполнять миротворческую миссию. Если у города слад и нет, щит золотою курицей, будет мир, будет труд, будет грех, шаглись, будет трудиться. Сегодня один из старейших городов Зауралья. Нам уже 351 год. Но, наверное, самое знаменательное событие за всю историю нашего города – это сегодняшнее. Это прибытие Олимпийского огня. Сегодня по улицам нашего города понесут Олимпийский огонь известные спортсмены, просто люди нашего города. И мы с вами все присутствующие здесь дадим частичку тепла Олимпийскому огню, дадим надежду и думаем, это будет поддержкой и нашим взносом шадринцев, поддержку наших олимпийцев и всех тех, кто будет отстаивать честь России на Олимпиаде 2014 года. Приветствуем огонь! Шадринц встречает Олимпийский огонь! И Шадринц приветствует сегодня зимнюю Олимпиаду! Олимпийский огонь! Ветеранов спорта я приветствую участников эстафеты Олимпийского огня, зажженного на родине Олимпийских игр в Греции. Мы встречаем масштабную эстафету Олимпийского огня, маршрут которой проходит через наш город. Это большая честь и значимое событие для нас. Добро пожаловать в город Шадринск. Сегодня поистине исторический день. Впервые этап национальной эстафеты Олимпийского огня в Шадринске. Пять лет назад, завоевав серебро на Олимпийском помосте в Пекине, я не могла и предположить, что мне выпадет честь пронести самый главный символ игр, Олимпийский огонь по улицам родного города. Сейчас меня переполняют эмоции. Я рада, что в числе факелоносцев сегодня принимаю Олимпийский огонь на родной земле. Каждый присутствующий сегодня здесь и зрители, и факелоносцы смогут почувствовать себя частью Олимпийского движения, зарядиться Олимпийским духом. Спорт воспитывает положительные волевые качества, которые становятся чертами личности. Остремление, равенство, решимость, вдохновение и другие ценности, которые пропагандируют спорт и Олимпийское движение, они применимы не только к спортсменам. Олимпиада делает эти качества, ценности и идеи общенациональными, объединяя вокруг себя все население нашей большой страны. Я поздравляю всех шатринцев с этим знаменательным событием. Мы запомним этот день, ведь сегодня наш город, все мы стали частью Олимпийских игр в Сочи. Вот он, Олимпийский огонь! Давайте оптимистентами вас приветствуем его! Шатрин, я не слышу вас! Шатрин, я не слышу вас! Вот он, Олимпийский огонь! Как приветствуем его! Наступил волнующий момент. Старт эстафеты Олимпийского огня по городу Шатринску! Уважаемые шатринцы, дан старт эстафеты Олимпийского огня по городу Шатринску! Добрый путь, Олимпийский огонь! Уважаемые шатринцы, дан старт эстафеты Олимпийского огня! Это не сможет, что в России мы сразу не смогли быть. Уважаемые шатринцы, адресовая шатринка. Отдавать сегодня выступали коллективы в центре русской дорогии Кикатулак. На второй точке маршрута эстафеты факелоносцы и призеры Олимпиады в Пекине Аллу Важенину ждал второй факелоносец. Шадринский легкоатлет Николай Туринцев, мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе. Мне выпала такая честь пронести этап свой, это второй этап у меня получается, эстафеты Олимпийского огня. Я буду принимать от Аллы Важениной, нашей призора Олимпийских игр. В общем, у нас здесь очень интересно будет сегодня. Мы очень рады встретить этот огонь достойно. Впечатления самые яркие, самые красочные, которые я не сомневаюсь запомнится на всю жизнь не только мне, но и всему нашему городу. Для меня это действительно ценное событие, потому что пять лет назад участвовала сама на Олимпийских играх и знаю об Олимпийских играх и об этом огне не понаслышке. И для меня это вдвойне почетно, вдвойне очень знаменательно. Шадринцы ликовали. По улицам родного города несут Олимпийский огонь. Школьники пришли целыми классами заранее, чтобы не пропустить исторический момент. Детвору можно было увидеть повсюду на протяжении всей трассы спортивного праздника. Они с яркими воздушными шарами и флажками приветствовали кортеж из машин, а криками «Ура!» одаривали всех факелоносцев, которых хорошо знают. Это известные спортсмены, прославившие наш город далеко за его пределами. Талисман «Сирь Олимпиатр» это Олимпийский огонь, Олимпийский факел. Олимпийский огонь прибыл на стадион «Торпеда» и теперь будет двигаться на мотоцикле. Факел принимает Артем Олегович Новик, восходящая звезда одного из самых экстремальных видов спорта – ледового спидвея. В свой 21 год Артем – мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России в командном зачете, серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы. Лучшие традиции шадринского мотоспорта в лице Артема представлены сегодня здесь, на эстафете Олимпийского огня. Как вы вообще принесли? Тяжело было, не тяжело? Да нет, не тяжело. Все хорошо? Все хорошо, все замечательно. Да, да, да. Погода радует. Все хорошо, не было никого. Сопровождают его Валерий Перцев и Александр Родин. Первый – Валерий Николаевич Перцев, мастер спорта международного класса, ветеран мотоспорта, неоднократный призер чемпионатов России, участник чемпионата мира по мотогонкам, тренер команды «Торпедо ШААС» и тренер нашего факелоносца. Александр Родин – победитель первенства России по спидвею среди юниоров, чемпион России в командном зачете. «Торпедо» – главный спортивный стадион города Шадринска, поэтому здесь «Олимпийский огонь» встречают с особой гордостью и радостью. 50 минут, пока «Олимпийский огонь» двигался по улицам, Шадринск жил в особенном ритме. Магазины, офисы, предприятия закрывались, а персонал выходил к трассе, чтобы непременно стать участниками необычного для провинции спортивного ритуала. Аудитория в институте также пустовали, студенты с песнями ожидали факелоносцев. Говорящая машина «Кока-Колы» в это время проводила экскурсию для местных жителей и гостей, рассказывая о тех уголках города, мимо которых двигался факелоносец. «Олимпийский огонь» представляли персонально с перечислением всех наград и регалий. «Факел» переходит в руки Геннадия Михайловича Буркова, который представил группу «Кока-Кока-Колы» спорта «Лёгкие атлетики». Именитых спортсменов особенно легко я встречали юные спортсмены. «Олимпийский огонь! Ура! Ура!» «Мы здесь присутствуем со своей секцией, секцией борьбы со школьниками, школу номер 12. Мы, конечно, тепло приветствуем и радуемся, что «Олимпийский огонь» проходит по нашему родному Шадвинску, по спортивному Шадвинску». Об этих минутах частички Олимпиады давно мечтала мама легкоатлета Геннадия Буркова. Сегодня факелоносца. «Мы мечтали еще на Олимпиаде 80, чтобы каким-то образом Олимпиада зацепилась за наш город. Вот мечты сбываются. Вот прибыл сын Геннадий Михайлович. Он бежит, и я очень рада». «Я очень рад, что принесу в Шадвинске. Эйфория пока переполняет. На, смотри, все». Эстафета «Олимпийского огня» финишировала на главной городской площади, куда 20-й зажженный факел доставил заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, тренер по легкой атлетике Николай Власов. На сцене перед зданием администрации под радостные крики шадринцев финишный факел эстафеты зажег Олимпийскую лампаду, который из нашего города отправится в Челябинск. «Дорогие земляки, сегодня наш город принимает на своей земле уникальный проект – национальную эстафету Олимпийского огня. Она стала прологом еще более масштабного события зимних Олимпийских игр в Сочи. Хочу отметить активность жителей нашего города. Тысячи шадринцев приняли участие в отборе фокеоносцев. 20 из них оказана высокая честь пронести Олимпийский огонь по родному городу. Энтузиазм и вера в будущее российского спорта поддерживает пламя Олимпийского огня. Пусть и дальше его понесут по нашей стране. Пусть пламя Олимпийской чаши в Сочи 2014 будет частица нашего шадринского Олимпийского факела. С праздником вас, дорогие земляки! Эстафета состоялась в шадринске, несмотря на снег, который шел почти сутки. И несмотря на ветер в день принятия Олимпийского огня, тысячи горожан вышли на маршрут его следования, чтобы поддержать участников эстафеты и приобщиться к Олимпийской истории. Этот праздник спорта мы запомним на всю жизнь. Затем будем рассказывать нашим детям и многам. Олимпийский огонь преодолел тысячи километров. Вобрал в себя энергию миллионов людей. Этот факел горит еще ярче, потому что впитал мощь и силу зауральской земли. Уверен, что золотой огонь этого факела даст нам возможность украсить золотыми медалями участие наших спортсменов в Олимпиаде 2014 года. Здесь же, на площади Сдобного, прошли финальные мероприятия. Масштабный флеш-моб, концертно-развлекательная программа с выступлением коллективов города и УРФО подытожили праздничный день встречи Олимпийского огня. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Так шадринцы стали частью истории зимней Олимпиады Сочи 2014. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выставке представлены портативные медицинские аппараты Елатомского приборного завода. Все эти приборы можно использовать для лечения в домашних условиях. Самыми популярными аппаратами являются аппараты Алмах и Мавит. Они воздействуют с помощью импульсного магнитного поля, за счёт которого снимают отёки, воспаления и боли. Перед вами аппарат Алмах. Спектр его применения касается таких заболеваний, как остеохондроз позвоночника, артриты и атрозы различных суставов, заболевания венозной системы, внутренних органов, сердечно-сосудистой системы и ряд других заболеваний. Ещё один наш очень известный и востребованный аппарат – это аппарат Мавит. Мавит расшифровывается как магнитное поле, вибрация, тепло. Этот аппарат применяется при заболеваниях предстательной железы, а именно хронического простатита, в том числе на фоне аденома предстательной железы первой-второй стадии. Приобретайте Алмак, Мавит и другие приборы торговой марки Еломет в Шадринске с 18 по 21 декабря в сети аптек ООО «Фарма». А теперь рассрочка! Я сказал, супер-рассрочка! Сенсация! Корпорации «Центр Электроника» в рассрочку! По цене, как за наличный расчет! Только до 18 декабря! Ну я за рассрочкой! Пакета, бабанька! Кредитный потребительский кооператив «Капитал-С» предлагает воспользоваться преимуществами займа «Ипотечный». При помощи сертификата на материнский капитал вы уже сейчас можете улучшить свои жилищные условия. Обращайтесь в город Шадринск, улица Свердлова, 94. Телефон 6-2004. Кредитный потребительский кооператив «Капитал-С». Займ «Ипотечный» и ваша семья в новой квартире. Свет, который украсит ваш дом, сделает ваш интерьер современнее и добавит роскоши. Люстры, торшеры, бра. Изделия из настоящего императорского фарфора. Магазин «Лавега» Архангельского, 56. Сделайте ваш дом прекраснее! Кировская меховая ярмарка. Огромный выбор шуб из бобра, каракуля, овчины, головные уборы, дубленки, пуховики, пальто. Распродажа курток. Богатый выбор и низкие цены. Рассрочка на 6 месяцев и кредит до 3 лет. 18 декабря в Доме культуры нового поселка. Желающих трудоустроиться на предприятия города, название которых вы видите на экране, Центр занятости населения приглашает посетить ярмарку вакансий, которая состоится 17 декабря в 10 часов по адресу улица Свердлова, 57, Большой зал Центральной библиотеки. Телефон для справок 6-33-43. Уважаемые шадринцы, всем, кому в этом году исполнится 21 год, 24, 27 лет и так далее до 99 лет, просьба срочно пройти диспансеризацию. В поликлинике улица Михайловская, 64, кабинет номер 49. Вам бесплатно в соответствии с возрастом и полом сделают все анализы, проведут прием врачи узкой специализации, и результаты будут записаны в амбулаторную карту и даны рекомендации по состоянию вашего здоровья. О внимании у шадринцев и гостей города. Новогодние елки в Шадринске. 26 декабря, 18 часов, праздничное новогоднее представление в поселке Осеево, досуговый центр «Оазис», улица Батуринская, 32. 28 декабря, 18 часов, открытие новогодней елки в северном поселке. Зона отдыха на семи ветрах. 29 декабря, 18 часов, новогоднее театрализованное представление в новом поселке у Дома культуры нового поселка «Созвездие», улица Проектная, 8. 30 декабря, 18 часов, открытие центральной елки в городском саду имени Кельдюшева. В новогодние праздничные дни перевозка пассажиров будет осуществляться по городским маршрутам номер 1, 2, 5, 6 с 1 по 8 января 2014 года по сокращенным графикам. По пригородным маршрутам номер 101, 102, 103, 114, 118, 125 с 1 по 8 января 2014 года по воскресным графикам. По междугородным маршрутам не будут выполняться рейсы. Шадринск-Екатеринбург, 31 декабря, с отправлением в 17 часов 30 минут. Шадринск-Курган, 1, 2 и 7 января, с отправлением в 6 часов 0 минут. Шадринск-Курган, 1 января, с отправлением в 9 часов 45 минут. Шадринск-Тюмень, 1 января, с отправлением в 5 часов 55 минут. Шадринск-Челябинск, 1 января, с отправлением в 7 часов 30 минут. Шадринск-Титова 1 января с отправлением в 6 часов 30 минут и 16 часов 25 минут. 2 и 7 января с отправлением в 6 часов 30 минут. Остальные рейсы по междугородным маршрутам будут осуществляться согласно действующего расписания. Администрация города приглашает принять участие в аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в поселке Туманово в районе улицы Владимирской, в северо-восточном поселке по улице Василия Черемисина. Информацию о порядке участия в аукционе можно получить по телефону 6 21 79 или в кабинете номер 69 администрации города. Продолжение следует... В Хризалите карнавал скидок на ювелирные украшения до 50%. Зажигаем! На улице Комсомольской, 19. Магазин «Лавега» предлагает новые коллекции интерьерного освещения 2013 года. Люстры, торшеры, бра, настольные лампы. Рассрочка до 6 месяцев без переплаты. Кредит до 3 лет. Магазин «Лавега». Улица Архангельского, 56. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова